Ангар-Найман, Крым-Скатат Ангар-Найман, Ангар-Найман, Ар-Найман народ тюрки Состав казахов Средний жуз Крымские татары Кипшака и Найман-Аргын Исчезнувшее село в Красноперекопском районе Республики Крым, располагавшееся на юго-западе района, у самой границы с Раздольнинским районом, на южной стороне нынешней автодороги 35К012 Черноморская, Военка. Примерно, в 2,5 километрах от современного села Трактовая. Первое документальное упоминание села встречается в камеральном описании Крыма 1784 года, судя по которому, в последний период Крымского ханства Найман входил в Самарчик-Кадалык-Перекопского каймаканства. После Российской империи, аннексия Крым веку 17 к России, 8,19 апреля 1783 года, 8,19 февраля 1784 года, именным указом Екатерины II Сенату, на территории бывшего Крымского ханства была образована Таврическая область, и деревня была приписана к Перекопскому уезду. После Павловских реформ, с 1796 по 1802 год, входила в Перекопский уезд Новороссийской губернии. По новому административному делению, после создания 8,20 октября 1802 года Таврической губернии, Найман был включен в состав бустерчинской волости Перекопского уезда. По ведомости о всех селениях в Перекопском уезде, состоящих с показанием в которой волости, сколько числом дворов и душ. От 21 октября 1805 года в деревне Найман числилось 14 дворов крымских Найман. На военно-топографической карте генерал-майора Мухина 1817 года деревня Найманчик обозначена шести дворами. После реформу волосного деления 1829 года Найман, согласно ведомости о казенных волостях Таврической губернии 1829 года, отнесли к Ишуньской волости, переименованной из Бустерчинской. На карте 1836 года в деревне Унгар Найман 20 дворов, как и на карте 1842 года. В 1860-х годах, после земской реформы Александра 2, деревню приписали к Ишуньской волости. В списке населенных мест Таврической губернии по сведениям 1864 года, составленном по результатам 8 ревизий 1864 года, Унгар Найман, казенная татарская деревня, с 20 дворами, 113 жителями и мечетью при колодцах. На трехверстовой карте 1865-1876 года в деревне Унгар Найман 12 дворов. На 1886 год в деревне, согласно справочнику Волости и важнейшее оселение Европейской России, проживало 50 человек в 8 домохозяйствах, действовала мечеть. По памятной книге Таврической губернии 1889 года, По результатам Хар-Ревизии 1887 года, в деревне Анлар Найман числилось 25 дворов после земской реформы. 1890 года Ангар Найман отнесли к Джурчинской волости. Крымского ханства Кипшак. Найманулукарда Ведешт и Кипча. Крым. В европейской географии и историографии нового времени, малое татаре государство в Крыму, северном Причерноморье и на прилегающих территориях, возникшее на территории Крымского улуса в результате распада Золотой Орды. Ханам Чингизидан Хаджи Герайми рассматривалась своими ханами как прямой наследник Золотой Орды и Дешт и Кипчака. Часть населения составляли крымские татары Кипшака и Найман Аргын. Дулата Крымского хана в этом перечне братьями, равными по статусу Крымскому хану правителями, обозначены турецкий султан, астраханский, казанский и казахский ханы, отмеченные зависимое положение Нагайского северокавказских черкесов и татар. Здравствуйте! Подписывайся на канал. Нажми на колокольчик.